друзья сегодня хотел бы поговорить еще раз о теме образования потому что это очень важная тема она отражена так называемой условно говоря программе анархиста которую тоже в одном из видео вы можете с ней ознакомиться но и там я говорил что образование это личная сфера личной ответственности президента или лидера страны объясню почему потому что когда вам нужно кого-то там поработить или скажем так сделать рабами это не обязательно приходить армии армии это очень дорогое удовольствие достаточно разрушить образование достаточно сказать вам что внешнего мира не существует достаточно лишить вас веры в то что этот внешний мир есть помните как было когда-то если не ошибаюсь золотом теленке да когда рассказывал остап о том что нет никакого там за границей нет никакого мира вообще волны мирового океана разбивается шепетовку вот что-то подобное хотят нам привить чтобы мы думали что весь мировой океан его волны разбиваются шепетовку никого мира нет внешнего нам нужно сидеть здесь гнить и нам не нужно понимать там какой-то процессы которые происходят большом мире зачем нам покажут картинку там зелененькая смеяться красненькая плакать желтенькая хлопать в ладошке да зачем нам образование чтобы мы понимали смысл и природу вещей зачем когда ты рассказывал знаете в своих видео о том что тому кто работает в поле сапкой совершенно не обязательно знать что луна это небесное тело причем шар для него достаточно понимать что это белый бубен который соросята поднимают как флаг каждый вечер в целях развлечения вот этого работника сапкой вот ну какая ему разница это белый бубен на небе который поднимают за счетом либо это небесное тело зачем вообще напрягать свою голову такими знаниями если нужно как там у нас теперь в образовании принята компетенции компетенции должны быть компетенция заворачивать конфетку компетенция паковать ящик компетенция значит там управлять автомобилем там вправо-влево компетенция следит за показателями там приборов да и не думать о том что просто фиксировать передавать компетенция вот чего хотят из нас делать поэтому я сказал что первое Когда вот как сбросить эти оковы? Для того, чтобы сбросить оковы и подарить нам будущее, будущее в стране, я не знаю, кем оно может быть, но подарить именно сам факт наличия этого будущего для страны, нам необходимо сперва овладеть образованием. Нам нужно сделать так, чтобы наши дети были умнее нас, чтобы они могли покорять мир, и чтобы они не были рабами и не были вот этим хутором, знаете, который овладевает полисом, чтобы они сами стали полисом, чтобы они поняли, что мир большой. Нам, к сожалению, наша система образования навязывает, во-первых, вот эти компетенции, лишает мысли о том, что мы можем критично мыслить, а зачем? Всякий, кто критично мыслит, он выпадает за понятие частной свободы слова, и трансглобалистам оно совершенно не нужно, чтобы мы критично мыслили. Нас даже могут пытаться банить и удалять аккаунт, если мы вдруг начнем критично мыслить. И, знаете, вот вся наука вообще построена на том, что все нужно подвергать сомнению, да. Но попробуйте подвергнуть сомнению там, ну, не хочу говорить в эфире эти слова, связанные с вот этим кризисом в мире, который появился, сомнению там, как лечить этот кризис, сомнению, откуда он взялся, сомнению, как им пользуются, сомнению, что происходит. Вас тут же забанят и выпилят напрочь. Вам нельзя критично мыслить, нельзя. А ведь наука, она основывается на критическом мышлении, ставит все под сомнение, вас лишают этого права. Более того, и в наших образовательных программах, что первое сделали? У нас декоммунизировали центр образования, то есть те, кто пишут программы. Ведь проблема же не только в образовании в учителях или в преподавателях. Проблема в том, что их заставляют, чему их заставляют учить ваших детей, чему их заставляют учить детей, как их заставляют это делать. И это все выписывается именно там. Так вот первое, что декоммунизировали саросята в Моне, минус вид, именно это. Поняли? Они ударили по ядру. Они ударили по тому, какие учебники будут готовиться, что будет в этих учебниках, как будут готовиться по этим учебникам. Они ударили именно по этому. Я уже молчу, что второй удар был естественный и по учителям, и по преподавателям, по школам, по вот этим компетенциям и так далее. То есть они системно деконструировали. Я убежден, что за это нужно судить, как за измену Родине. Убежден в этом. Я убежден, что мы это еще сделаем. Тем более фамилии их известны. Некоторые из них под видом фракции «Голоса Тома Шафиалы» зависают у нас в парламенте. Так что они думают, что они как бы куда-то спрячутся. Нет, вполне публичные люди. Мы их всех достанем. А теперь идем по цитатам. Вот я хотел бы познакомить вас с несколькими цитатами, чтобы вы поняли, почему и насколько я прав. Вот очень жесткая цитата. Цитирую. «Принципиальная линия, заявлял Гиммлер, для нас абсолютно ясна. Этому народу не надо давать культуру. Я хочу повторить здесь слово в слово то, что сказал мне фюрер. Вполне достаточно, чтобы, во-первых, дети в школах запомнили дорожные знаки и не бросались под машины. Во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25. В-третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо». Ну и с характерной брутальной логикой Гиммлер заявлял, что малые суверенные государства больше не имеют прав на существование. Дорога к самоуправлению приводит к независимости. Зачем я вообще об этом всем сказал? Сказал, что об этом потому, чтобы вы понимали, что происходит сейчас. То есть вы думаете, что мы слишком далеко ушли от 40-х годов или от 39-30-х годов? Нет. Миром правят все те же империи, тут все тот же империализм. У него нет разницы. Это империализм российский, немецкий, американский, британский, турецкий или какой-либо другой. Нет. И первое, почему наносит удар империалист, когда заходит на чужую территорию, наносит удар по образованию. Потому что это сердце и ядро. Второе, почему наносит удар по системе управления. Для того, чтобы не было национальной системы управления. Ну а далее, поверьте, дело техники. Поэтому нам очень нужно побороться за то, чтобы наши дети были умными и умели критичные мысли. А теперь вам чуть-чуть истории из Америки. Я вам зацитирую цитату из одного американского произведения, если вы думаете, что в Америке было не так. Так вот. Главная черта любой рабовладельческой системы — предотвращение побега. На довоенном юге достигалось не забором или охраной, а путем удержания раба в невежестве, зависимости и страхе. Подавляющее большинство рабов не умели ни читать, ни писать, и в большинстве южных штатов их обучение считалось преступлением, поскольку рабов держали в неволе благодаря невежеству, а не физическим ограничениям. Было легко временно убежать из плантации, но очень трудно сбежать навсегда. Патрули, укомплектованные местными белыми, ловили беглецов. Рабов держали в зависимости от рабовладельцев в плане питания или одежды, а также в плане организации их повседневной жизни и условий жизни. Один из ведущих рабовладельцев рекомендовал создать им привычку полностью зависеть от вас. Путешественник Фредерик Омстед пришел к выводу, что южная стратегия заключалась в том, чтобы попытаться приучить раба к работе и в то же время не дать ему научиться заботиться о себе. На протяжении многих поколений не поощрялась инициатива, и рабы не имели стимула работать больше, чем необходимо, не давали этого, чтобы избежать наказания. Это все было описано в книге «Этник Америка». И, кстати, я хотел бы сказать, что ходят слухи, что убежал из рабства первый политически-интеллектуальный лидер чернокожих Дуглас, потому что его еще ребенком нелегально обучили грамоте в одной из семей, где он был рабом. К чему опять же это все? К тому, чтобы вы понимали, что то, как обучаются наши дети, от этого зависит, какой нацией мы будем. Ведь согласитесь, что даже если сегодня ребенок приходит к вам домой, вот я с этим сталкиваюсь, у меня двое детей, и я же вижу, чему и как их учат, какие субкультуры появляются в школах, как это все, скажем так, продвигается в мультиках, фильмах, токах, тиктоках и так далее, и так далее. Я понимаю, что мои дети, моими детьми овладевают уже совершенно другое. Я понимаю их судьбу. Но я бы не хотел, чтобы мои дети разделили эту судьбу. Я бы хотел это исправить. Я бы хотел, чтобы исправить это для детей каждого из вас, чтобы, даже если у вас нет детей, пусть чужие дети станут умными, критичными, чтобы они были свободными. А для того, чтобы они стали свободными, нам нужно дать им именно свободу образования. И тут я хотел бы, возможно, это вызовет споры, но мне кажется, что, например, героизирую, не то, что героизировать, а выстраивать с самого раннего детства, выстраивать обучение на такой аграрной культуре, там, средневековое, было бы неправильно. Я не против Шевченко абсолютно. Но мне кажется, что его должно быть несколько меньше. И пусть он будет, скажем так, героем, ну не знаю, национальным героем в плане своей творчества и художественного, и литературного, и мысли об Украине, таким духовным патриархом и отцом. Но в школах мы должны учить, очевидно, чуть-чуть, наверное, не только на Шевченко, но и на других поэтах и писателях, которые бы прививали нам не столько хутор, сколько полис, полис, культуру полиса, культуру индустрии, культуру полиса, культуру космоса, культуру большого мира, культуру критического мышления, да, там вот индустриальной такой вот страны. Ведь от того, какую культуру заложат в самом младенчестве, вот с молодых лет, там, с двух-трёх лет, ведь такие вырастут. Но почему мы так вот переживаем, что хутор овладевает полисом? Потому что этот хутор во многом в головах, это не есть какая-то граница или какое-то конкретное село или что-то ещё. Хутор в головах, независимо от того, где ты. Поэтому я бы очень хотел, чтобы наши дети уже учились по совершенно другим программам убрать этот хутор из головы, это хуторянство, пересмотреть программы образования, пересмотреть подход к этому всему. И тогда, возможно, у нас появится шанс. Продолжение следует...